Итак, у нас дитё в город, которое было некоторое количество дней назад передано в середину локомотив, был найден сотрудниками полиции. Дитё было с кучей болячек, в принципе, пришло оно к людям помирающее, поэтому забрали, молодцы, что забрали, молодцы, что передали на лечение. Сейчас, в принципе, всё неплохо, вес набираем, обезвоживание сняли. Пока что ребёнок, конечно, в том прекрасном возрасте, когда он не умеет кусаться, не умеет вредничать, не умеет ничего, кроме как мило просить есть, ходить, ковырять игрушки и, в принципе, всё. Вот, и да, мило ля 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 ля. Заодно хотелось бы сказать на тему там всяких желающих содержать черного ворона в квартире, да, здесь пара опять же таких печальных подробностей, почему у нас достаточно много отказников черных воронов, в принципе, да, отказников черных воронов по России. Во-первых, это не стайная птица, да, это парная птица. В природе у них достаточно четкая строгая иерархия на территории, где они пересекаются с другими воронами, но вообще в норме вороны, да, ты все сказал? Вот, ну вообще жарко ему. Но вообще вороны живут парой, пару, как правило, выбирают на всю жизнь, но опять же там, да, вот эта лебединная верность и так далее, это природе невыгодно. Поэтому если один из партнеров погибнет, то птица, естественно, найдет себе другого партнера, он помрет от тоски, там, и прочие мифы и легенды древней Греции. Вот. То есть это парные птицы, да, которые держат большую территорию, которые строго территориальны. Это не серые вороны, это не грач, да, которые гнездятся колониально, тусуются стаями. Поэтому, что нам это дает при содержании в неволе? Эта птица, которая выберет одного хозяина, всех остальных, она будет считать чужаками на своей территории, конкурентами и будет пытаться либо изгнать, либо убить. То есть кошки, собаки и прочая живность будут подвергаться нападениям. Ваши там мужья, жены, дети, соседи, товарищи и прочие к вам приходящие будут, как правило, подвергаться нападкам. Учитывая то, что ворон это, ну, один из тех вранов, кто больше всего склонен к хищничеству, то есть у кого в норме в природе питания присутствуют, там, и грызуны, и лягушки, и ящерицы, и все, что он сможет догнать и убить. В том числе, иногда даже зайца, да, зайчата, птицы, в общем, ну, действительно, все, что сможет догнать и убить. О, господи, о чем я говорила-то? Этот меня со своим розовым ртом сбивает. Да. А, ну, так вот, собственно, в квартире здесь будет то же самое, то есть любые животные, которые у вас живут, они, если ворон до них доберется, им будет очень плохо, даже если это крупная собака и так далее. То есть, ну, попытки нападать все равно будут, непонятно, чем они закончатся для птицы, да. Если, там, живность мелкая, типа кошки, это может закончиться плачевно для кошки, если живность крупная, типа собаки, это может закончиться плачевно для ворона. Всякие хомячки, попугайчики и прочее, естественно, да, это все замечательно разбирается в клеточках, все достается из клеточек, очень вкусно кушается и так далее. Вот, и учитывая то, что он, в том числе, это в природе активный хищник, у него достаточно сильный и клюв, бла-бла-бла, да. У него достаточно сильный и клюв, и лапы, поэтому травму он может нанести достаточно серьезные, да, то есть, если ворон клюет, если он хочет вас обидеть, он вас обидит. Момент второй, касаемо неволи, у нас, опять же, за счет того, что они относительно сложно плодятся, относительно сложно идут в пару, у нас практически нету разводных воронов. То есть, ну, подсказка, да, для тех, кто все-таки хочет, кто все-таки вот прямо фанатично хочет и готов делать вольер, да, готов заниматься с птицей, готов работать с мозгами птицы, потому что мозги занимать надо, интеллект достаточно высокий, соответственно, если мозги не занимать, это будет приводить, как у крупных попугаев, с неврозом. Вот, маленькая подсказка, да, я не буду называть конкретных мест, но в зоопарках, примыкающих к Московской области, да, в одном из зоопарков, ну, вороны плодятся, вороны плодятся ежегодные, разводные птенцы на продажу есть. Все, что мелькает на Авито, там, в группах ВКонтакте и так далее, это, естественно, все браконьерские птенцы, да, то есть, разоряется кладка, даже если народ говорит, что там инкубация с птенца, это значит, что просто человек пошел, да, человек пошел, стырил кладку яиц у диких птиц и в итоге ее просто инкубируются дома. Ну, вот, то есть, ну, такой немножко нечестный, нехороший вариант. Я извиняюсь, я сегодня вновь говорю, я простуженная, поэтому я такая, если он, гнуса, вместе с вороном, она порогнула. Да, ну, хорошо. Вот, так что, в принципе, ну, короче, затыки практически как с соломя, да, то есть, во-первых, она травмоопасная, во-вторых, она проблемно разводится в неволе, очень много браконьерских предложений, поэтому, в принципе, как бы, ну, подумайте 10 раз. С солушками, с хищниками еще, ладно, бог с ним, да, там, по сравнению с врановыми, они, ну, условно, да, они тупенькие. Вороны достаточно интеллектуальные, поэтому оно придумает, как разобрать клетку, как разобрать вольер, как выйти, как ободрать обои, чем себя занять, куда там замочить стыренный ваш телефон или документы, как найти ваш паспорт и что с ним сделать в дальнейшем. Вот, то есть, как бы, если ворона не оградить, да, не выделить им какую-то свою территорию, типа лоджии или вольера, то в квартире, если честно, это вообще пропащий вариант, то есть, ну, усрать, уделать всю квартиру, ворон совершенно спокойно может, там, за сутки, за двое своего скучания. Плюс, это птица, да, большая, которая в природе пролетает порядка 30 и 40 и больше километров в день в поисках пищи и еды. Поэтому, сидя дома в вольерчике, ему нормально не будет. Это в любом случае регулярные прогулки с вороном, относительно легко выйти на фрифлай, да, то есть на свободные полеты. То есть, в принципе, как бы, ну, если пообщаться с другими вороноводами, в принципе, с воронами у нас из всех воронов видов птиц, да, чаще всего практикуют фрифлай, потому что, опять же, да, это птица, которая привязывается к одному конкретному хозяину, поэтому, соответственно, именно привязка и прилеты на человека, ну, с ним практиковать лучше. Это не значит, что, да, вы вышли в поле, швырнули птичку и все, птичка полетала и к вам вернула, Саякан замечательно. Естественно, не так, ааа, какой кошек. Ты жрать хочешь? Давай мы тебе предложим что-нибудь. Ну, давай-ка, ну-ка, смотри, какая фигурка. Ну, ну, ну. Ну, 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 ну. Ну, так ты ж, ешь, господи, боже мой. Левой рукой неудобно сдавать. Да, момент того, что они, естественно, шумные, и момент того, что качками магазинным мясом нам тоже кормить нельзя. Поэтому мышки, цыплятки, крыски, перепелочки, это все у вас будет в морозилке, это все у вас будет кишками по стенам, потому что долбить, ковырять они любят. Сейчас у нас всякие перепелячные потрохай-субпродукты. И момент последний, самый интересный. Они все очень милые, очень няшные, очень аккуратные. Сейчас. Ну так ты ешь. Семенник перепелки, что может быть вкуснее. Собственно они все очень няшные, очень здоровские, очень милые. До где-то 2-3 летнего возраста, некоторые до 4-летнего возраста. То есть они ручные, они ни на кого не нападают, они в семье такие вообще чухательные, нежные, ласковые. И вообще проблем с ними никаких нет. После 2-3-4 лет начинается волна отказников, начинается волна выкинутых на волюшку ручных воронов, которые, естественно, знают, не знают, что им с этой волюшкой делать и... Ну что ты раскладываешь кусочки мяса? Да, нас вытерли. Очень хорошо. Вот, которые не знают, что с этой волей делать, которые, естественно, начинают лезть к людям, наглую там отбирать какие-нибудь чипсы на улице, да. То есть это туча сообщений ежегодно о таких вот птицах. Ну и, собственно, как бы, да, выпуск на волюшку заканчивается крахом. Собственно, почему после 2-3-4 лет? Потому что половое созревание. То есть, собственно, ну, физиологически, да, птица созрела, птица готова выбрать себе партнера, птица готова защищать свою территорию и готовится к гнездованию. Вот. Андрей, отлично. Ты такой прям активный, да? Активный, оперативный. Вот, то есть, соответственно, дальше уже начинается агрессия периодически и по отношению к владельцу, да, к хозяину, который раньше ворон мог любить-любить, но любил он его как родителя. И, ну, чаще всего, да, они, как бы, у них вот это вот поведение птенцовое заменяется поведением половым по отношению к владельцу. Иногда бывает другой вариант. То есть, иногда он вас любит, пока он, да, ребенок, когда он вырастает и созревает, он может выбрать другого члена семьи, и вас начнет чморить. То есть, тут все, ну, относительно неоднозначно. Такие ситуации тоже бывают. Не надо пеленку вытаскивать. Не надо, не надо, не надо. Вот, поэтому птичка достаточно сложная. Условно-легкая она будет в содержании, да, для человека, который живет за городом, который может отгрохнуть большой вольер на улице, который может птицу из этого вольера там, да, выпускать на погулять. И у кого в округе нету дебилов с пневматикой, которым там может помешать ворону. Потому что такие, к сожалению, прецеденты тоже случаются. И случаются регулярно. То есть, это не единичный случай. Бубу, да, мой хороший. Да, ты общительный такой, ты общительный. Вот. Да, ну и... Не брезгливому человеку будет легко держать ворону, потому что срут они, конечно, дай боже. Вот. Срут они, естественно, не только под себя, да, вот стеночку уделывают у нас. Чего ты бубнишь? Естественно, это раскидывание жрачки, естественно, это ныканье жрачки, включая куски мяса. То есть, как бы, тухлое мясо по углам квартиры. Это как бы не очень, да. Естественно, это все воняет. Вот. Поэтому птичка достаточно специфичная. Птичка грязная, будем откровенно говорить, да. Птичка прожорливая и требует достаточно серьезного подхода, потому что потенциально может стать, ну, не опасной, но неудобной в использовании, да, для самого владельца. Если в какой-то момент не разобраться с иерархией вашей стаи, в вашей паре, то будете получать клевки, вырванные куски мяса и прочее добро. Вот. В принципе, наверное, на это все. Да, ты все сказал. И все сказал, конечно. Вот. С этим товарищем, в принципе, все выйдет гораздо удачнее, нежели думали изначально, потому что притащили его, конечно, в состояние нестояния, в прямом смысле этого слова. Он лежал. Он лежал, у него был геморрагический энтерит, то есть, да, извиняюсь, кровавый понос. Вот. Но сейчас вылечился. В принципе, все у нас неплохо. Вес да наберем. Придется немножко подождать, когда отрастут понковые маховые перья в крыльях. Потому что сломал он их, видимо, куда-то неудачно. Он спикировал из гнезда на этом стадионе, куда-то завалился, откуда-то пытался выбраться и механически все это сломал. И в дальнейшем через центр реабилитации сирен он сможет вернуться в природу. Так что никакое пристройство никуда его не ждет. Он у нас полетит обратно на волю. Что, в принципе, конечно, самый хороший вариант для такой птицы. Так что вот. Наверное, на этом трансляцию с вороном мы заканчиваем. Да? Заканчиваем. Камень, хочешь клюнуть? Нет? Надо сказать, я интеллектуальная птица. Поэтому клевать камень, да, я не знаю. Впечатляющий шнобель. Грузетский нос очередной. Все. На этом мы с вами прощаемся.